И в этом году настоящих масштабных событий, посвященных празднику Победы, не будет. Отменены и парады в городах, и районных центрах, и шествия бессмертного полка. Праздник проходит без массовости в интернете и в телевизионном эфире. Но что незыблемо, отдельное внимание, которое оказывает государство ветеранам, особенно в канун Дня Победы, о множестве поздравительных акций Ольга Коняева. Начало Великой Отечественной. Труженик тыла Геннадий Павлович Стрелов ребенком встретил в Мурманске. Бомбили каждый день, поэтому жили в землянках. Вспоминает и сегодня, как это было страшно. К такому привыкнуть нельзя. Потом эвакуировали в Архангельск, где в 13 лет он уже начал работать. Первый день войны и 9 мая 45-го всегда перед глазами. Собрали всех ребят 15 лет, которые готовили карму. Бронетированный лагерь такой. Там оружие изучали и копали вверх, и все это все делали. Ладно. 9 мая приходит начальник лагеря и объявлялся, что все, война закончилась. Германия капитулировала. Сегодня Геннадий Павлович в оздоровительном центре Максаковка. В преддверии 9 мая здесь по традиции собирают ветеранов Великой Отечественной. Дружественная атмосфера и полезные процедуры. Соляные пещеры, вихревые и массажные ванны. Ветераны говорят, главное оздоровление здесь душевное. Забываешь все, что ты пережил и что тебя ждет и так далее. Только о хорошем вспоминаешь. Вообще нам нужно всегда помнить. Помнить хорошее. Плохое нам не продлит жизнь. С праздничным концертом к ветеранам приезжала Ольга Сосновская. Поздравил глава КОМИ. Самая кровопролитная и жестокая война коснулась каждого в стране. Но те, кто спланировал блицкрик, не ожидали, что в России они столкнутся с силой, духом, мужеством и беспримерным героизмом русского народа на фронте и в тылу, отметил руководитель региона. Для нас очень дорого, что вы рядом с нами. И вы живая связь того страшного, но победного времени 1941-1945 и не менее тяжелых послевоенных лет, когда нужно было возродить из пепла практически половину страны. Еще раз огромное вам спасибо и низкий поклон. 170 тысяч солдат ушло из КОМИ в Великую Отечественную призывниками и добровольцами. Цифра огромная, учитывая, что до войны в республике всего-то проживало 320 тысяч человек. Мобилизационные ресурсы были практически исчерпаны уже через год после начала войны. КОМИ КРАЙ дал 38 героев Советского Союза. Их именами названы улицы, площади, школы. Были версты, обгорелые в пыли, Этот день мы приближали, как могли, Этот день победы, Порохом, брата. Больше пяти десятков тысяч наших фронтовиков, это по официальным данным, не вернулись к матерям и женам. Но о судьбе многих до сих пор нет известий. В Смоленской и Новгородской области волонтеры с года в год ведут поиски. За 8 лет добровольцы всей страны нашли останки более чем 170 тысяч солдат и офицеров. Дети, даже их родители, они о войне знают как? По фильмам, по каким-то книгам, по передачам и так далее. То есть из уст к уста. А там непосредственно, когда ребенок приезжает и видит вот эти окопы, эти сражения, поднимает бойцов, участвует в поднятии бойцов, находит артефакты войны, то у него мировоззрение меняется уже по-другому. Уделить внимание тем, в чью жизнь вмешалась война и разруха, благодаря кому живем мирно, сегодня это наш долг. За 20-й год больше 800 представителей старшего поколения региона прошли курс оздоровления в санатории «Колос». 642-м ветеранам помогли с ремонтом жилья за счет средств региона. Довольны ветераны, довольны. И мне кажется, мы тоже чувствуем такое удовлетворение, проделаны, выполнены работой. Я считаю, что это очень большая забота о бабушке и очень приятно, что помогают нам. Александре Николаевне Истоминой обшили дом, постаревший за 40 лет. Тепло теперь в любые морозы. В почтенной 98 труженица тыла по-прежнему хлопочет по хозяйству, нянчится с правнуками. Работать она привыкла с детства. В колхозе работала. У нас колхоз. Тогда колхоз был. Война, когда начала, это год, 17 лет была. Я лесоучасток уже, лесочек поехала. Предстоит и новый фронт работ. Сейчас обследуют условия жизни детей войны. Мы 28 регион, где официально дают этот статус и льготы. Наш республиканский закон принят в этом году. Выплаты к празднику, фиксированная сумма компенсации расходов за коммуналку, прием вне очереди путевки в санаторий. Теперь получат те дети войны, которые до сих пор не получали помощь государства. В этом числе ветеранов есть труженики тыла, они уже имеют льготы. Есть ветераны труда Российской Федерации, они тоже льготы имеют. Ветераны труда Республики Коми тоже имеют льготы. Но вот среди 31 тысячи 715 не имеют никаких льгот. И вот опять спасибо главе Республики. Я еще раз подчеркиваю роль руководителя региона, потому что, когда я пришла к нему с этими просьбами по детям войны, что Владимир Викторович, нужно обязательно им помочь, вот этой особенно категории, давайте что-то решим. И он принял решение. В апреле стартовал марафон «Мы наследники Великой Победы». Собрано уже больше 400 тысяч рублей. Больше пяти лет действует акция «Красная гвоздика». Присоединиться – просто получить значок за пожертвование любой суммы через волонтеров или в крупных магазинах. Собранные деньги принесут пользу ветеранам. Помощь, она оказывается в частности медицинская. Это высокотехнологическая помощь, это слуховые аппараты, ортопедические матрасы, то есть те дорогостоящие лекарства, которые не хватает ветеранам. И все эти средства направляются на покупку этих необходимых средств. В рамках акции «Чужих могил не бывает» общественники за неполные три года благоустроили больше ста могил участников Великой Отечественной войны. Каждый год приводят в порядок мемориалы и знаковые места. С 20 апреля у нас идет мелкий ремонт памятников. Это у нас семь объектов основных, в том числе Вечный огонь, памятник Малышеву, памятника Блеснину. Поучаствовать в праздничных событиях можно, не выходя из дома. Например, украсить окна и выложить фото в интернет. Множатся в сети воспоминания и рассказы о наших героях и их подвигах. Это акция «История Победы». Выразить благодарность можно в письме ветерану через сайт «Волонтеры Победы». Все это пункты насыщенной предпраздничной программы. Впереди самый важный день в году. Ветераны встретят его не на площади, но обязательно вместе. Ваши деды, отцы ковали эту победу. И поэтому надо помнить их постоянно, что благодаря их мы живем. Чтобы только был мир. И в семьях, и в странах. Вот что я могу пожелать им. В каждой семье есть свои герои. Из года в год они уходят от нас. 2280 тружеников тыла. 495 вдов умерших участников войны. 196 узников фашистских лагерей. 36 жителей блокадного Ленинграда. И всего 86 фронтовиков и инвалидов той страшной войны сейчас живут в коме. Ситуация с коронавирусом пока не позволяет выйти на парад единым фронтом. Но программа в День Победы предстоит, как полагается, насыщенная. На площадке в сквере за памятником Ленина пройдет акция «Узнай судьбу фронтовика». Сыповкарцы и гости столицы с помощью сотрудников библиотеки посредством интернета смогут получить информацию о судьбе воевавших родственников. Но я подчеркну, что эта акция будет проходить в наших библиотеках на протяжении всего мая месяца. Во всех городах и селах обязательно торжественное возложение цветов. Бессмертный полк, как и в прошлом году, будет шествовать в формате онлайн. В 15 часов можно посмотреть трансляцию и на нашем телеканале. Все состоится. Выставки, кинопоказы, виртуальные концерты и, конечно, праздничный салют в честь Великой Победы.